Расскажите, пожалуйста, в чём цель визита, зачем приехали, вот с чем связано такое посещение района Саратовской области. Хотел приветствовать всех зрителей, слушателей и вас, как бы в том же числе. Вот, что касается цели визита, на сегодняшний день, как бы да, всем известный факт, что курдский народ борется за свою свободу, там на своей родине. Хотелось бы немножко, ну, как бы обсуждение этих вопросов, а более как, ну, скажем, тематично будет вопрос о состоянии там, ну, и здоровья, и вообще нашего лидера Аджалана, который находится на острове Имралы, да, в заточении, как бы так. Вот, и, ну, обсуждение этой тематики, то есть связано с его арестом, о том, в каком он сейчас состоянии, отношении, скажем, властей к нему, как бы вот такая данная тематика. В 15-е же заключение находится? В 18-е. В 18-е. Ну, 15-го числа будет ровно 18-е. На сегодняшний день, как бы так, грубо накануне вот этой годовщины, турецкая провинция, как бы да, играет в свои опять политические игры, и уже, ну, как бы достаточно долгое время не пропускает ни родственников, ни адвокатов, как бы так, да, к нашему лидеру. То есть, ну, народу неизвестно о состоянии его здоровья, вот, и, в принципе, одна из целей этого мероприятия, визита, в принципе, то есть донести до народа, и чтобы как-то дать общественные огласки, да, вот эти, как бы, события, которые происходят на сегодняшний день, как бы, там, да, на острове Мразы, там, что происходит, и там, в Турции. И на сегодняшний день, как бы, да, курский народ, там, проходит, ну, такой период, ну, тяжелый период борьбы. На сегодняшний день, как бы, ну, всем известный факт, то, что, ну, события, которые недавно происходили, там, на юго-востоке Турции, там, ну, вообще на Брежнем Востоке, то, что, ну, всем известно и видно, что турецкое правительство, как бы, турецкая власть, армия наносит, не столько, сколько и психологический вред или воздействие, там, на курдов, проживающих на той территории, а также физический вред, это, естественно, методы, как бы, так, военные действия, которые происходили на юго-востоке Турции, да, вот, вот, вот этими всеми методами, способами они, как-то, пытаются подавить волю курдского народа. Потом, что касаемо, опять же, нашего там визита, как бы, и мероприятия, которые мы проводим, да, вот в этот период, хотим, ну, еще этот повторится, там, немножко донести до народа курдского, который проживает и за границей, и в других странах, там, и на Ближнем Востоке, и в Европе, и также, в том числе, в России, и также обратить внимание этих стран на курдскую проблему, потому что наш предваритель, лидер, человек, который признанный практически, там, ну, всем курдским народом, как лидер, это наш лидер Аджалан, и на сегодняшний день он находится в заключении Адиль, на острове Эмралы, вот, и к нему доступ, как бы, очень, ну, очень сильно ограничен, народ не знает о его здоровье, он не сидит за какие-то, я не знаю, там, ну, какие-то личные, там, преступления, там, или еще что-то как-то, он боролся за идею, за вождь, за свободу многомиллионного народа, и является он их представителем, и он признанный лидер своего народа, и поэтому хотим обратить внимание всех стран, чтобы они как-то внесли свою лидер, и как-то, ну, содействовали его свободе, лидер должен быть на свободе, и тогда будет решен курдский вопрос. Опять же, коснемся там, то, что ты довези, ты там, и тех событий, которые происходят на Ближнем Востоке, всем известный факт, почему, одна из причин, по которой правительство Турции не дает доступа к нашему лидеру Аджалану, ну, на острове Бролы, заключается в том, что не хотят они мирного решения вопроса, потому что каждая встреча, каждый представитель власти, и, так же, ну, в принципе, представители и курдской диаспоры, да, там, нашим лидер Аджаланом, с каждой встречи, то есть оттуда вот приходит какая-то, ну, скажем, идея новая, да, которую он посылает всем народу, или письмо, которое он посылает, и каждый раз этим он останавливает массовые убийства какие-нибудь, потому что на самом деле мы, и в том же числе, первоочный, наш лидер настроен на мирные регулированные конфликты, но турецкая правительство этого не хотела, не поэтому очень сильно закрыли доступ на имбранные, ни представителями его адвокатов, ни семьи, и, так же, в принципе, представители власти сами особо не допускают, потому что известный факт, даже несколько лет назад, как бы, каждая встреча, так же, то правительство или представители, там, депутаты, да, там, все же Аджаланом, она заканчивалась начатием мирного процесса. А вот эта полная изоляция говорит о том, что они не намерены мирно решить не то, что в Акутске вопрос, вообще, в целости, конкретный вопрос, который возник на территории Турции и на Ближнем Востоке в целом. В этом играют свою роль многие другие страны, которые, ну, расположены на Ближнем Востоке. И на сегодняшний день всем известный факт, и, в принципе, да, так, можно назвать войну на Ближнем Востоке третьей мировой войной. По сути, и во всех войнах, на сегодня, как бы, так, беспорядки идут на территории группы в Аэропе четырех государств, везде в конфликтах участвуют и погибают курдские народы. Это там Сирия, Иран, Иран, и там, ну, небольшие, конечно, стычки в Иране, но в основном это Сирия, Иран и Турция. Вот, то есть там и там везде возникает, погибает курдский народ, но, опять же, погибает не только курдский народ, и также многие... в самой Турции сам турецкий народ в целом страдает от этого конфликта, потому что все хотят мира. А в целом народ хочет мирно жить, все существовать, и как-то жить, и принимать друг друга как, ну, как братский народ. Вот, и также немножко товарищ директор сравнивает борьбу курдского народа с борьбой, там, российского народа во время Второй мировой войны против гитлеровской фашизма, там, вот, против гитлеровской оккупации. Так же, как в то время население России, ну, скажем, современная Россия, в то время Советский Союз боролось за свою культуру, свободу, язык. Так же, на сегодняшний день курдский народ на Ближнем Востоке борется так же за свою культуру, язык, самобытность. Как бы это как-то можно, вот, ну, они как-то сравнимы, скажем так. И так же сегодня курдский народ так же борется с фашизмом, однотипным фашизмом. Оно просто в новом одеянии, такой же фашизм, который причиняет вред не только курдскому народу, но и, в принципе, всем другим народам, проживающим на Ближнем Востоке. И, товарищ, я так же хотела приветствовать вас и так же признать благодарность за гостеприимство, то вообще, ну, скажем, всем правительствам РФ и вам же в том же числе и как бы местной администрации. В первую очередь, само турецкое правительство или государство Турции, как бы скажем, оно само заинтересовано уничтожить как бы курдский народ, курдские земли, курдский язык, культуру, самобытность. Ну, как бы, ну, в первую очередь, они сами, да, в этом все заинтересованы, они хотят просто истребить этот народ. И, как бы, это об этом можно говорить, об этом говорит тот факт, что вроде бы северный Курдистан находится на территории Турции. Ну, очень много бесчеловечных фактов, актов против мирного народа. Это на самолетах, истребителях, то есть сбрасывать бомбы на мирные дома, сжигают дома, убивают людей. Ну, это уже говорит о том, что они сами, в первую очередь, как бы сами, да, в этом заинтересованы. Они хотят подавить волю курдского народа, чтобы курдский народ как-то, ну, ну, истребить его. И опять же, еще момент такой, как бы, есть, ну, влияние внешних игроков, как бы, утверждать тоже не будем. Ну, и это тоже не исключаемо, потому что мы знаем, ну, многие другие страны, как бы, так, ну, будь то, тоже Америка или Европа, у них Турецкая республика, как-то, свои политические или экономические интересы и взаимоотношения, как бы, есть. Ну, может, кто-то и хочет использовать курдские факторы или как инструмент влияния, дабы, там, принудить, там, какие-то, там, свои решения, там, что-то сделать. Опять же, ну, мы не можем официально это утверждать или опровергать тоже, как бы, не можем. То есть, не владеем такой информацией вполне возможно. Также является, там, имеет место быть тот факт, то, что каждый раз, как на соседней территории, где массово проживает курды, это сирийский Курдистан, это северный федеративный регион Сирии, Рожава, как там курды получают, как-то, ну, продвигаются в плане политики и военных действий, как-то получают больше привилегий или возможностей, или как-то расширяются. И каждый раз мы наблюдаем, как что-то там, скажем, в пользу курдов хорошее положительно происходит. Сразу на территории юго-востока Турции, это северный Курдистан, начинаются военные действия со стороны Турецкой Республики.